Практически всю ночь дня, который празднуется как международный женский, трудились мужчины героической профессии в Первоуральске в микрорайоне этих город. Фактически многочасовое и для этого города почти беспрецедентно масштабное барение огня было большей частью сконцентрировано на улице Краснодонцев, на которую фасадом выходил недавно открывшийся магазин «Пятерочка». Однако по почтовому адресу, как и весь квартал, вместе с памятником трудящимся Первоуральского металлообрабатывающего завода, погибшим в Великой Отечественной войне, относится к проспекту Ильича, а сбоку протекает еще и улица Ленина. Так вот, с адреса проспекта Ильича 29А, корпус 2 и тоже А, вызов поступил без 9 минут, час по полуночи 8 марта. Есть такая версия, что к этому времени огонь внутри безлюдного торжища в один этаж ростом горел уже довольно некоторое время, поэтому уже к моменту прибытия пожарных продукты дружно горели на площади аж в 700 квадратных метров. Но это было всего лишь начало. Впереди же было более чем двукратное увеличение площади за счет пожирания соседей. Из-за большой пожарной загрузки огонь быстро распространился на прилегающие вплотную складские здания и здания ветеринарной клиники. Площадь пожара составила 1800 метров квадратных. На тушение пожара были привлечены силы и средства Пероуральского пожарно-спасательного гарнизона по максимальному рангу пожара пожар номер 3. На тушение задействовано 63 человека личного состава и 19 единиц техники. Как вы уже слышали, категория сложности пожара была определена как вызов номер 3, когда после дополнительного приглашения подмоги на месте работают 10 пожарных отделений вместо двух при обычном неосложненном варианте. Силы и средства стягивались из соседней Хребды, Дегтярска, Полевского. В самом Пероуральске задействовали и добровольную пожарную дружину. Для координации был развернут штаб пожаротушения, созданы два боевых участка. Из Екатеринбурга приехала передвижная инженерно-химическая лаборатория специализированной пожарной части для мониторинга состояния воздуха в районе пожара. Она, кстати, не зафиксировала превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ. В результате много воды утекло за те ровно 6 минута в минуту часов, что разделили телефонный вызов и доклад с места о ликвидации открытого горения. Однако еще дольше шла проливка и разборка конструкции на месте Пятерочки и ее соседей по как бы проспекту Ильича. Только в 14.20 по местному времени огромному восьмимартовскому пожару в Пероуральске был дан полный отбой. Насчет причин его возникновения сейчас можно лишь строить предположения, пока нет выводов профессионалов. Ну а люди судачат о том, что за несколько дней до этого видели, как в зале в нескольких местах стояли ведра, в которые капала вода с протекающей крыши. Вполне возможно, что из-за снегопада в крыше эта поехала, а вместе с ней где-то могла неудачно шевельнуться электропроводка, где-то на эту проводку в критическом месте могла просочиться талая вода, где-то коротнула и, нате, получите, нет магазина подчистую. А заодно нет еще и склада и ветеринарные клиники. И лишь по большому счастью нет еще и ни единого пострадавшего человека, так как происходило все в ночи. Что ж касается животных, то, по уточненным сведениям, у клиники ВЕТ-Плюс на Ильича 29А, корпус 5, находилось профилактическое отделение, иными словами, гостиница для животных, у которого начисто сгорела крыша, а внутри, соответственно, образовался вселенский потоп. Но всех животных благополучно эвакуировали, с ними все в порядке, их перевели в лечебное отделение той же клиники, так что и среди зверюшек тоже пострадавших нет.